что я обнаружил оказывается на носу октябрь друзья самое ленивое шоу в одном дне того что нужно сделать 7 заданий я что из этого делать а я буду перекидываю смотри вот с октября запланирована работа над вторым эпизодом и на третьем до 22 причем мы захватит я надеюсь что хватит потому что мы переделываем немножко структуру и я вчера по дороге домой думал над новой сценой вроде бы придумали мы придумали но я ее написал немножко более драматическом ключе поэтому я буду еще и делать мы решили что она будет более динамичный немножко другой а потом мы переварили весь сюжет опять же 2 3 эпизода чтобы он был более динамичным и поэтому интригующе да поэтому то время которое я выбрал здесь у себя в плане она была с расчетом определенного количества страниц 3 страницы в день но так как многое поменялось и многое нужно переделать будет 5 страниц в день потому что хочется чистовые страницы делать они просто грязно но посмотрим будем стараться и будем рассказывать об этом показывать вам тут конечно покажи честные глаза верите я с особо с нами распечатанных самораспечатанного скажем так об украшен дыхание 4 игра которую мы играли в самом детстве и она до сих пор отрывается вспоминанием какими-то приятными ощущениями потому что здесь она очень многосторонняя скажем так здесь много разных существ необычных главные персонажи тоже необычные драконы смесь с животными и мы нашли арт-бук там был во всем частям но я здесь распечатан только 4 потому что она как аналитические кусочки 3 есть она круче нарисована и прикольно смотреть как навляться с рисовывать сейчас рисовывают смотрю на что обращает внимание художник мне кажется это один рисовал потому что здесь там столько наброски и прикольно смотрится потому что игра довольно обширная там она ты путешествуешь по всему миру и там разные локации разные культуры как будто бы и тоже все она прорисовано продуманные и разбита на персонажей побочных персонажей главных персонажей есть разделение вот и в этой деревне здесь вот такие персонажики прикольно какие наброски были для одного персонажа тут конечно все мелко там было все больше в арт-буке просто распечатали такой экономный вариант и разные персонажики есть очень много всяких штук и прикольно вот смотреть даже вот такие черновые наброски и срисовывать поэтому я сижу срисовываю пытаюсь понять как художник так по минималке набрасывал получил получалось очень эмоционально и очень живенько эти все позы и где-то улучшаю свои навыки в плане рисования персонажей чтобы быстрее рисовать я пытаюсь понять как эти планы осуществить к нашему сроку поставленному концу октября потому что в принципе мы возвращаемся 1 октября и тогда уже сможем начать работу над вторым актом и третьим актом или как мы называем эпизодами первой книги счастливого конца света я говорю это сейчас это уже все официально если мы не успеем вы знаете кого винить мы поставим все это успеть и уже тогда будет такая вот презентация того что мы успели вместе с вами погрузимся в мир счастливых концов света как я надеюсь потому что у нас уже подготовлены видео еще обложки надо будет сделать смонтировать видео поэтому нас ждет впереди интересный рабочий месяц октября оставайтесь с нами мы будем стараться делиться с вами последними прогрессами вот таких счастливых буднях и показывать вам что у нас получается делать наконец вернемся на рельсы счастливым не наконец мы время от времени возвращаемся туда и обратно но все мы знаем что лет это такой месяц когда когда после всех месяцев весны и зимы тебе хочется немножко отдохнуть и поэтому продолжать работать братом классное придумал оправдание мы посмотрим как ты не работаешь и в осенний месяц да смотрите как я не так как мне не дается ничего не делать это виртуозно это будет самое ленивое шоу я только-только октябрь упорядочиваю и что получится мы узнаем позже на этом пока ты еще забыл сказать что у тебя сегодня первый день двухнедельного отпуска я боялся ты этого не скажешь так начинается отпуск фидера я сражаюсь монстром показать ему кто здесь босс на я понятия не имею как с ним драться походу его надо убивать только стрелами у меня стрел заморозка он был на три секунды замораживает а вот мне и прилег отдохнуть вот вчера мы написали вам в соцсетях и поделиться вот таким постом где мы спросили вас о том какой бы конец лета вы хотели убедить или услышать и некоторые из вас поделились своими идеями своими предложениями которыми мы возьмем расчет вот вижу коди терсис из правильно читаю а предложила библейский типичный библейский конец лета с обсадниками апокалипсиса львом со змеями вместо хвоста а в таких случаях у нас возникает сразу вопрос надо придумать что-то оригинальное что-то чего еще не было и как раз такие варианты заставляют себя задуматься что же можно придумать оригинально саша саша бойко написал ну помидоры уже на людей нападали мы такой пропустили ты нам если что расскажи что это за фильм или сериал змеи зомби вампиры были согласен а может что-то вроде нашествия маршмеллоу хотя он был в охотниках за привидениями да мы все знают зефеного человечка типа от отсутствия другой еды у людей ожирение кариес жесткий аллергия поэтому большинство поумирало позитивчик короче надо думать вариант действительно хороший забавный из этого можно что-то такое необычное выкрутить для наших концов света ну и думали на тему вот тоже еды у нас была у нас есть пара людей записанных о том чтобы конец света был связан с едой а пару шуточек таких интересных затравок и саша понимаете это саша предлагает саша и либо все люди начали получать суперспособности забавным образом у нас тоже была такая идея и так как вы видите все саши мыслят одинаков посмотрим как это пройдет дальше так как все на всех обижены и завистливы или еще что-то любые поводы саша предлагает все начали друг друга гасить мега разрушения прилагаются а соответственно сами замутили конец света но это уже будет все да действительно мы больше юмора добавляем но вариант тоже хорошие способности мы тоже думали а если все станут обладать какими-то необычными способностями чему это интересно подобились маша коварила маша привет она написала надеюсь конец света не скоро если все же наступит то быстро было бы кстати забавно значит все ждут ждут конца света у нас тоже была такая задумка что концы света они же происходят один раз в неделю что будет если конец света не произойдет или он как-то по-другому он будет выглядеть по-другому его не заметят и была просто идея в начале и ее просто надо развить и понять как это сделать интересно спасибо вам за комментарии если вы хотите оставить еще комментарий предложить свой конец света то обязательно напишите нам здесь под этим видео чтобы мы знали к чему это относится ну или вы можете найти картинку сейчас я вам ее покажу в которых которые вот обои надо на шире в других соцсетях она шире в инстаграме она по квадрате и там вы можете прям под ним написать какой бы конец света вы хотели видеть в счастливых концах света в истории раньше книги в кодексе всем хорошего вечера и кажется сел на мой разбор все может быть еще рисовал аманду потому что я уже чувствую что возвращаюсь к отдыхательной зоне так называем это зона прилета кота я рисую персонажей чтобы с новыми навыками опять же чтобы лучше понимать как они рисуются потому что в голове должна быть какая-то модель, скажем так, варенетки, персонажей, которых я могу двигать, тогда удобнее будет с ними работать рисовать. Я понимаю, что постепенно-постепенно получается делать это лучше. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.